И тогда наши люди уже в 2019 году выходили на массовые протесты осмысленно. Мы, как организация, озвучили все наши программы. Нет ни одной политической организации на постсоветском пространстве, которая бы озвучила программы, какая будет зарплата, какие будут кредиты, что мы спишем кредиты почти 8 миллионов человек. Мы объявили, что построим парламентскую республику без должности президента. И все эти годы мы занимались такой агитационной деятельностью. И, наверное, я даже не припомню такого, чтобы где-нибудь на постсоветском пространстве власть действовала так жестко, сразу блокировала места митинги, окружала, ставила полицию. Какие-то черепахи из щитов полиции заранее задерживали активистов. Вы помните, когда Навальный даже проводил в России митинги, им все время разрешали, ставили металлоискателей, они там ботинки вешали, развлекались и прочее. Но они не говорили главного, что они должны выгнать этот режим. Они никогда этого не говорили. И вот я в этой связи хотел бы сказать так, уважаемые друзья. В этом смысле Казахстан стоит впереди всех постсоветских стран, и не только постсоветских стран. По внятности у нас ясные программы, что делать. Более того, мы озвучили, подробно написали план мирного свержения режима. Что называется, по часам, в каких городах выходит. Вознаграждение силовикам, если они перейдут на сторону народа. И так далее, и так далее. Ну, конечно, кто-то скажет, ну, это не мы делали, там, вы там умные, там подобные. Абсолютно не так. Мы являемся представителями нашего народа. Никакого-то другого народа. Именно народа Казахстана. Мы выразители интересов. Мы эти идеи генерируем, потому что мы вот в таком контакте с вами. Вот я сейчас сижу с вами, разговариваю, вижу ваши комментарии. Мы отражаем ваше настроение. И все эти программы, они не просто оградились. Например, по списанию кредитов. Я его сам не придумал. Ко мне вот именно в результате прямых эфиров обращались люди и говорили, что вот уже невозможно жить. Давайте озвучить в этой программе списание кредитов. Я изучил финансовое положение нашей страны, посмотрел резервы и понял, что это вообще ерунда. Мы легко можем списать кредиты потребительские 8,5 миллионов человек. Раз вот эта программа родилась. Затем мы, люди начали писать, говорить, что зарплаты низкие. Я проанализировал опять же экономику нашей страны и понял, что этот режим ежегодно крадет ваши зарплаты минимум 20 миллиардов долларов. Каким образом? Например, экспортные предприятия в мире нефтяники получают 10 тысяч долларов в среднем. Наши нефтяники, когда я выходил с этими программами, они даже 500 долларов не получали. Сейчас 500, 800, есть и тысяча. Но в мире нефтяники получают в среднем 10 тысяч долларов или 5 миллионов тенге. Как видите, именно реагируя на ваш запрос, мы озвучили программу, что какая должна быть заработная плата. И чтобы вы понимали, все эти программы – это итог нашей с вами деятельности. Ни одна оппозиция ни в России нигде такую работу не сделала. Какие будут пенсии, какие будут зарплаты. Все это написано не потому, что Мухтар Аблязов там один такой умный. Нет. Это сделано благодаря вам, уважаемые друзья. Вы обращались, говорили, что вас мучает, какие у вас проблемы. Мы с группой наших активистов анализировали ситуацию. Я не один, чтобы вы знали. Здесь у нас достаточно серьезная команда. И юристы международного класса, и экономисты. Очень много людей, которые знают ситуацию хорошо. Мы реагируем на ваши комментарии, обращения и так далее. Вот сейчас мы понимаем, что строительство атомной станции в нашей стране – это огромная опасность. Вы реагируете. Сейчас создаются чаты. Сотни тысяч людей заходят в эти чаты, пишут свои мнения. Мы тоже реагируем. Именно поэтому мы озвучили, что давайте 6 октября выйдем на массовые митинги по всей стране и скажем «стоп АЭС», нет АЭС. Вы понимаете, да, что ни одна позиция, ни в Кыргызстане, которая считалась более свободной, ни в России, нигде, она такую работу не провела. А это связано с тем, что теперь я хочу это развернуть по-другому. Это не потому, что кто-то отдельно один или два человека продвинутый. Нет. Наша нация продвинутая, она более активная. И именно в результате этого произошли события в Контар, когда наши люди вышли на массовые митинги. Чего нам не хватило? Нам не хватило организованных действий.